Это спортивное известие в студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях чемпионка мира, многократная чемпионка Украины по стрельбе из блочного лука, мастер спорта Украины международного класса Елена Борисенко. Лена, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала давайте назовем главные отличия блочного лука от олимпийского для тех людей, которые пока еще не так сильно разбираются в стрельбе из лука. В принципе, конструкция у блочного и олимпийского лука схожа, но у олимпийского лука два плеча, плавно переходящих, и на них уже натягивается тетила. У блочного лука есть два блока, с помощью которых снимается часть нагрузки, и именно на эти блоки устанавливается тетива, плечи выглядят на блочном луке по-другому. И также основное из отличий это то, чем мы прицеливаемся в блочном луке, это небольшой оптический прицел, в олимпийском луке это мушка обычная, никаких оптик обычно не используется. Ну и также спуск тетивы происходит пальцами в олимпийском луке, а у нас он происходит с помощью специального устройства, релизы, они бывают разные. С блочным луком вы познакомились в университете уже, когда пошли учиться, а вряд ли тогда думали, что в дальнейшем пойдете в большой спорт? Да, никто не думал, моя семья очень была удивлена, потому что я в школе занималась танцами, вокалом очень интенсивно. Но вместе с тем, как я пришла в университет, пришлось выбирать себе направление физической культуры. В Каразино это, возможно, очень широкий выбор был. И через определенные препятствия пробираясь, я все-таки дошла почему-то именно на стребу из лука. Переломным моментом, наверное, почему случился профессиональный спорт, стала первая медаль командная на каких-то локальных соревнованиях. И ты такой сразу, вау, думаешь, наверное, я хочу еще. И с этого, собственно, начался мой путь в профессиональном спорте. На протяжении пяти лет я не сменила тренера и оставалась от начала до конца с единственным тренером Виктором Александровичем Голозюк. Он же преподаватель в университете. И с ним мы, собственно, прошли сквозь тернии к звездам. Ровно пять лет назад, в 2015 году, вы стали чемпионкой мира в составе женской сборной Украины по стрельбе из блочного лука. Это проходило в Дании. Вот за счет чего тогда удалось добиться такого результата? Ведь вы не были в числе главных фаворитов. Это была большая командная работа трех спортсменов и большой команды тренеров, которые старались максимально во всем. В матчасти, в тренировках, отдавали вообще все, что могли. Люди, которые помогали нам связываться с министерством. Также в Харькове очень сильно помогали департамент молодежи и спорта областной. Я бы без них, наверное, не поехала никуда, честно говоря. В Киеве и во Львове у девочек, у Вики Дьяковой и у Маши Школьной у них было гораздо хуже с поддержкой. И они вообще съездили на соревнования за свои деньги, насколько я помню. По турнирной сетке шли удивительно для всех, потому что с первыми мы встретились с командой действующих чемпионов мира. Это были колумбийки. И, честно говоря, когда мы попали в квалификацию в 16, мы выходили на спарринг с главной мыслью получить от этого кайф. От того, как мы отстреляем. Дания, она имеет очень интересную специфику в плане погоды, потому что может за одну минуту быть солнце, налетели тучи, пошел дождь, пошел град, закончился град, закончился дождь, опять вышло солнце. Это все за одну минуту в одной серии. У нас было действительно такое на соревнованиях на этих. И здесь просто была верно выбранная тактика и правильный настрой изначально. Потому что, возможно, нас недооценили соперники. Причем все подряд. Возможно, мы просто выбрали правильную тактику, потому что мы стреляли быстро. На ветер, в плохую погоду нужно стрелять быстро. Иначе передерживать смысла нет, пытаться попасть здесь, смысла нет. Если ты будешь попадать в желтое в такую погоду, ты уже будешь на коне. Золото чемпионата мира – это ваше главное, конечно, достижение в карьере, но оно было добыто в командном турнире. А вот в личных соревнованиях какие ваши самые весомые победы? Что можете отметить? В личных соревнованиях в 2016 году после чемпионата мира у меня был очень хороший юниорский сезон. У меня было две бронзы на двух этапах Кубка Европы юниорском. И первое место на Кубке Европы, собственно, общий зачет. И в 2017 году это гран-при Европы, уже взрослые, тоже бронза. Это интересные были соревнования, потому что пьедестал был личный, занят на первом месте Машей Школьной, на втором месте Викой Дьяковой и на третьем месте мной. Да, и другая интересная история была в том, что мне пришлось в личных соревнованиях пройти всю команду Италии до третьего места. Чему больше уделяют внимание блочники во время подготовки? Я бы не сказала, что у блочного лука и у олимпийского лука как-то разнится подготовка в базе, да, потому что это все равно настрел. Регулярные тренировки по стрельбе – это обязательно общая физическая подготовка, когда ты и силовые добавляешь, и бег. И то, что мы называли ментальными тренировками, в этом очень часто помогала йога тоже. Потому что стрельба из лука – это спорт, он о концентрации, да. Если ты не сконцентрирован, ты не выиграешь ровным счетом ничего, даже первый спарринг. Два года назад, по сути, в самом расцвете сил, вы приостановили свое выступление по стрельбе из блочного лука. С чем это было связано? Ну, это был чистый расчет, наверное, потому что я понимала, что вместе с тем, как закончится мое обучение в университете, мне придется работать, потому что стрельбой из блока не заработаешь на жизнь. Как вы понимаете, ну, как минимум, если ты не в сборной, а блочный лук, он, к сожалению, не олимпийский вид спорта, и зарплату за свои достижения ты не будешь получать. Какие-то там премии местами, сборы, еще что-то, ну, перебиваться, как бы, так себе история. Чем занимаетесь сейчас, и уйдя из большого спорта, часто ли возникает желание взять в руки лук? Сейчас я занимаю позицию личного ассистента, генерального директора в одной из харьковских IT-компаний. Взять в руки лук, наверное, ну, посреди ночи что-нибудь приснится, там, лопаточка потягивает. Лопаточка, почему говорю, потому что в стрельбе очень сильно работает спина, и это такое у нас было выражение, общепринятое лопаточкой тени, в смысле, чтобы отрабатывать на спину и не включать рук. Поэтому иногда просыпается что-то такое, но возвращаться я не планирую. Возможно, когда-нибудь мне захочется передать свои знания кому-то еще. Это вариант. Лена, спасибо вам за ваши ответы. Желаю вам удачи во всех сферах вашей деятельности. Спасибо большое, это взаимно. У нас в гостях была мастер спорта Украины международного класса по стрельбе из блочного лука Елена Борисенко. Благодарю за внимание, успехов и будьте здоровы!